у нас на повестке дня серьезный разговор как восстановить желудок после того как сожгли его неправильным приемом пищевой соды ну что бывают такие вещи бывают смотрите слизистые желудочно-кишечного тракта способны к очень быстрому восстановлению и потому что они постоянно случаются их оболочка из-за того что внутри желудка кишечника очень агрессивная среда которая влияет и на стенки желудка кишечника поэтому очень быстро случается естественно обновляется это радует если произошло поражение соды пищевой соды стенок желудка то наиболее быстрый способ это голодание голодать примерно не менее 7 суток возможно придется не один раз то есть голодание способствует тому что с одной стороны дает возможность пищеварению остановиться тем самым облегчить работу по восстановлению клеток которые были испорченные соды то есть скорее всего там произошло что она уничтожает слизь то есть сила слизь и вот за счет того что человек не кушает а он течение примерно недели или более там голодает вот это вот слизь в желудке она начинает естественным образом восстанавливаться то есть я считаю это одним из самых быстрым быстрых способом восстановления клеток пораженных вот пищевой соды желудка далее на выходе надо использовать такие обволакивающие продукты питания например разваленный белый рис хорошо разваленный картофель чтобы это все обволакивала там оречневую кашу и естественно и очень тщательно и и пережевывать то есть слизи образующие продукты можно использовать кисели так же будут способствовать этому и смотрите дальше чтобы этот эффект закреплялся щадяще питаться щадяще это как это прием одного продукта за один раз естественно соблюдать питьевой режим это позволит это позволит облегчить восстановительную работу желудочных клеток и так наверно придется попитаться месяц а то три в зависимости от того как сожили либо несколько раз там поголодать и правильно восстанавливаться но потом потихонечку переходить на обычное питание это что касается восстановления с помощью голода чтобы это все быстро и радикально происходило если с помощью вот человек не желает голодать с помощью питания значит это как правило обволакивающие продукты какие-то идут кисели какие-то идут каши размазни идёт что там у нас там идёт можно использовать и овощи тушёные такие значит хорошо чтобы они представляли собой как 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 бы больше пасту очень хорошо пить для восстановления клеток желудка пить это морковный сок и морковно-свекольный сок морковно-свекольный сок как раз будет способствовать лучшему восстановлению чем один один морковный или один свекольный сам по себе свекольный сок в отдельности пить не надо он сильно раздражает и поэтому неизвестно что с вами будет там от одной чайной ложки могут быть такие изменения у вас поэтому чайную ложку свекольного сока на стакан морковного сока желудок является еще депо железа поэтому он также и по этому параметру будет обедняться истощаться когда на него так вот агрессивно подействовали пищевой содой так значит вначале пьете сачок морковно-свекольный далее идет какой-то слизообразующий продукт для того чтобы щадить стенки обгоняем граммахала это граммахала и с подмышкой ванали с прицепом машина идет как бы ничего не отвалилось я стекла не брякнула такое дело вот очень хорошо возможно и сырые яйца попить тоже такой слизистый продукт способствующий восстановление слизистой желудка вот так как от него может образоваться такая кислая среда то лучше использовать вот такие вот каши гречневую овсяную рисовую можно еще знаете что для скорейшего восстановления это использовать мои завтраки которые я на целебной кулинарии показываю это проросшая пшеница это кисломолочный продукт кисломолочный продукт немножко метка и вот эту всю смесь превращаем в своеобразную такую пасту смузи и потом потихонечку попиваем ну вот я просто некоторые способы вам рассказал это голодание это питание слизи образующими продуктами это соки и это биологически активная смесь на основе проросшей пшеницы там очень много витаминов фактора роста который способствует быстрому заживлению то есть откуда взять энергию для заживления а именно здесь пойдет вернее поможет энергия проращиваемая пшеница очень сильная вещь именно для заживления естественно еда должна быть вся теплая не спешить далее что еще желудок любит желудок любит вообще пищеварение любит когда потребляется один продукт то есть здесь надо будет посидеть на монодиете если вы там кашу значит каша с топлёным молочком с топлёным маслом больше ничего не надо ну и немножечко соли там для вкусного чуточек соли камера на 90 800 метров если бы у меня что-то произошло с желудком и всегда надо понимать вот вы применяете какое-то оздоровительное средство вот я вам все расскажу про свой голод восемнадцатый дневный по-моему один из первых длительных голоданий восемнадцатый дневный восемнадцатый или девятнадцатый восемнадцатый дневный по-моему вот когда у меня слезла эмаль зубов чтобы вы знали в случае чего и как восстановить свой организм после такого как слезла у меня эмаль зубов я однолёг усилил на творог естественно все цитрусовые я отставил вообще все продукты которые содержат этого слова фрукты яблоки которые содержат фруктовые кислоты и действует на эмаль зубов я отставил творожок и буквально таки там за неделю эмаль восстановилась чтобы вы понимали как можно там испортить и как можно это же восстановить это тоже очень важно понимать но в первую очередь надо сначала внимательно почитать как это работает представить себе механизм действия и только потом потихоньку начинать опять таки вот знаете вот все что написано в книгах в моих, в чужих это усредненные такие какие-то показатели и примеры а мы то с вами изделия штучные у нас все по разному идет вот вроде как что то такое общее но тем не менее на этом общем имеются свои частности такие или иные и вот когда мы их не учитываем могут возникать вот эти вот проблемы а именно там вот отлично было сказано что пищеварение вот в среднем из желудка там пища уходит ну в среднем там смотря какая допустим углеводистая уходит там за час а белковая может уходить за три часа а если она смешанная она может у нас лежать пять часов а вам сказали что да примерно через как как вот воду пить примерно через ну пускай там часть после еды час-полтора ну и что час-полтора смотря что вы съели у вас там идет пищеварение а тем более если вы соду пищеварение еще не начиналось а вы уже соды заглотили там через два часа после еды все оно нарушилось и так я вам рассказал что применять как продолжать для того чтобы пищеварение восстановилось благодарю за просмотр если вам понравилось видео ставьте лайк звоните в колокольчик и подпишитесь на канал ваше участие развивает канал и способствует его продвижению вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про доброго здоровья и до новых встреч до новых встреч до новых встреч ム до новых встреч